Диалог культур волжских народов. В Саратове стартовала экспедиция-фестиваль «Волга-река мира». Делегации из всех городов по Волжье отправились в тур на теплоходе «Федор Достоевский». Перед отплытием экспедиции на борту лайнера побывала наша съемочная группа. Финно-угорскими мотивами и караваем провожает участников экспедиции фестиваля в Саратове. Четырехпалубный круизный теплоход «Федор Достоевский» по пути в Казань совершит несколько остановок в Самаре, Нижнем Новгороде, Сызрани и других городах по Волжье. Это прописано даже в названии фестиваля «Волга-река мира». Он проводится 13-й раз подряд и ровно столько же отправная точка маршрута – Саратов. Многие вещи, которые 13-11 лет назад начинались, они живут по сей день. И на самом деле это неудивительно, потому что они базируются на исконных ценностях культуры, которая на этой земле, на российской, всегда была. И я уже как-то говорил, что важным является то, что эти ценности не старые, а то, что они вечные. Поэтому народу они нравятся, есть преемственность, она передается из поколения в поколение. На борту лайнера участники из Чувашии, Мордовии, Оренбурга, Саратова, Самары и других городов. Каждый регион представил небольшую делегацию. Почти 100 человек проведут в пути не больше недели. Срок короткий, однако программа, по словам организаторов, насыщена различными мероприятиями. Экспедиция идет 6 дней. За это время здесь должны проводиться как круглые столы, посвященные тематике, как сохранению и развитию родного языка, самобытной культуры, повышение самосознания. Тогда должны быть и секции по молодежной политике. Тогда, конечно же, будут и вечера, где будут представлены номера танцев, песни, национальных костюмах, национальном языке и на русском языке, конечно. Ведь именно он всех объединил, говорят участники. Несмотря на то, что у каждой делегации своя культура, быт и язык, на русском говорят все участники. В этом, по мнению собравшихся, и заключается единство русского народа. Эллада Обжаримова, Станислав Жижин, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.